Девушки отдыхают 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 Ну что Продолжаются Не самые ординарные Закупки у нас Ну команд Фурии теперь СГК Ваш МАК-10 ЦЗМ и Дигл На большее денег Конечно же им не хватило Но закупка выглядит нестандартно Разношерстно И Наверное в позиционном Плане будет как-то Креативничать Но нужно Раскрыть потенциал Каждого из девайсов МАК-10 должен как-то Сокращать Но кстати у Вини даже Армора нет Мукбей будет же наверное Дропнуть СГ прикрывать На дальней дистанции Ну и так далее И тому подобное Думаю всем Мысль поняли Пошел прорыв Также через Нижнюю линию Прорывается Попдок Достаточно легко Но Игроки на Копующих позициях Уже весьма Сместились И вот они как раз Не прощают Болтс В частности Уже дал квадрокилл Хочет рампагу Но он ее не получит Потому что стил Делает красиво 3-1 Ну теперь уже экономический Для фурии И все попытки Переломить начало Этой карты Все равно Не привели ни к чему хорошему Для этих ребят Покупаются диглой По 250 Есть старт Какая-то малая надежда На то что Так как OG забрали себе Один форс Они сейчас на пистолетах Пропрутся и возьмут тоже Какой-нибудь жесткий раунд За атаку Это случается весьма редко Дым, флешка Все что есть у фурии Для того чтобы Ну просто Залететь на точку Опять-таки сыграть на бомбу Есть один хэшот Но Вот такие вот размечки В принципе где-то Как минимум Дамажит экономику Это важно А как максимум Может еще и раунд Позволит выиграть Минус 3 девайса уже Болт с половиненной Только у стила Фулка по хп Да и против дигла Это не важно Все затихли постепенно В ожидании действий Противоположной стороны Бомба лежит Ее нужно как-то забирать Но Как это сделать игроку атаки Пока не представляется Ну без проблем Конечно же Заканчивается этот раунд При разыгровке 2 В одного Ну вот финансовый момент Меня немного смущает У Luminosity Уж больно много игроков Они теряют постоянно Девайсы вылетают У них из рук И приходится Это все перезакупать По итогу что Видим что денег осталось Очень немного У пацанов И Ну нормального закупа Не будет после проигрыша Буквально одного раунда А значит Проблемы могут начаться Прямо сейчас Три зелий Параллельная защита Собирается Таркать эту позицию Подогнали уже Снайперскую винтовку На ближнюю точку Ну и похоже Что Ох как же красиво Пролетел арт Пошла Борьба на размене Но вот нет Здесь уже конечно Не позволит Хенни Настолько разбушеваться Лукас пытается Отомстить за своего брата Но Только так Навел немного шороху И сам чуть не погиб Пошел смещение Через верхнюю линию Мы поняли Что Бэк В принципе Отпущен Игроки Команды Няки Остается Сейвить На верхнице Кстати говоря Туда Судя по всему К нему Никто не зайдет В гости Так что Праунд можно считать Успешно законченным Фурия Выжила в четвером Это то что Не получалось Сделать По большей степени У команды Люминости Гейминг Смотрим на то Что могут себе позволить Люминости В таком раунде 1400 было Некоторых игроков И нужно делать Ресет Одного засевленного Кольта получается Где-то на эти деньги Еще на второй Плюс легкие арморы Плюс EMP Скаут После всех тех пироэтов Которые выписывались Со скаутом От Люминости За это было 3 В общем Это можно считать Даже не как минус А как плюс Ну вот отсутствие Гранат Китов Выглядит Фактором Утручающим Как минимум Для этой команды Снова же Фурия Начинает со старта Акцентировать Внимание на зелень В своем присутствии На ней Три игрока Занимают эту позицию Пытаются как-то Поднапрячь И потом уже идут Оттяжки По разным направлениям Но особо OG парировать то нечем Так что Вот как-то так Стреляться Пытаться Пикать Это все на что Они могут рассчитывать Ну и делать возможно Какие-то засады Шоу Молотов Их попытался пропикать И застать врасплох Игрока Который накидывал эту гранату А там уже никого и нет Вот так сюрприз Но с другой стороны Постепенно занимаются Тупики от этого Это плюс позиция Это плюс возможность Где-то Уже осуществлять Давлением на точку А Но здесь все еще три игрока Не справляется Правда Хенни На минус 97 попадает Со своего скаута Ждется ли там второй игрок Возможно что нет Вроде бы проверяют Так же не очень осторожно Но зато с хорошей стрельбой И это В данной ситуации Является главным Есть установка бомбы Остается только болт живых И Ну вот Обратите внимание Да Как получается Фурии В каком количестве По игрокам-то Заканчивать раунды Для себя в плюс И на дистанцию Люминости Будет намного Тяжелее бороться Против Фурии Потому что Выигрывает Раунды не выигрывает У соперника Регулярно будут баи Тебе не дадут выдохнуть И И так Фурия Играя за атаку Имеет больше шансов Вот так вот Экономически Манипулировать Своим соперником Люминости еще действительно Очень много теряли Против пистолетов Конечно Учитывая то что Они выиграли Форс Возможно это заслуга И нивелирует Такие упущения 4-3 Опять же Без денег Команда Люминости И Вот пока Как-то и не на чем Удерживать Своё Первенство Ну атака Собирается Судя по всему Бесцеремонно Что такое Смерть с небес Смерть с небес А там и фраги то неплохие А болтс то дал тоже свой минус Сайленсера И Вот это На самом деле Еще В раунте не закончился Это Возможность Возможность Зацепиться Сейчас подберутся Девайсы Да без армора Но это опасно Но с другой стороны Я сакцентирую внимание На наличии молотового Атаки И отсутствие дыма и китов У защиты Что обычно конечно же Ставит жирную точку На попытках Разыгровки Таких моментов Там и спина Но бомба уже пищит настолько сильно Что ее не раздефюзить Иллюминосити планирует просто не выпустить Здесь Игрока команды Фурия Чтобы он взорвался Благополучно И это получается сделать Такая вот Небольшая Вампирическая игра Просто Выдавливая Все возможное Из соперника Раз уж аунд не заберем То по крайней мере Сильно поднапортим вам жизнь И из-за этого кстати Фурия даже прожимает паузу По итогу 4-4 Мы говорили о том Что временной ничьи практически не избежать И так оно и произошло Теперь же вопрос за малым Удастся ли Действительно Фурии не только дойти до временной ничьи А еще и Перехватить преимущество на карте И продолжать его удерживать Будучи за атаку Это ведь Будет достаточно опасно И Тогда у Luminosity Будет все меньше шансов Камбэкнуться в эту игру Ну я считаю очень хорошей Концовку того раунда для Luminosity Они прям максимум сделали Всего возможного Чтобы Фурии тяжело Жилось дальше И вся эта хваленная экономика О которой я так много говорил Была изрядно подпорчена Да Это будет еще один бай Но скорее всего Одной Дозакупкой Все и ограничится Все равно раунды то еще не выиграны Команды Luminosity И у них тоже Раунд за два Поэтому экономика хрупкая В первую очередь Для защиты Да и всегда так Оно по сути и есть Постепенно бомба стягивается Опять в направлении B Но не факт что пойдет туда Вот эти вот два игрока меня интересуют Которые вроде как ждут аркаду Но они вообще не торопятся смещаться Возможно это будет фейк Под боевых на Сплитом Бомбы все это время Тусуются на котлах Но такая Ротация Много времени не займет Вот пошел уже движ Юрий получает очень много урона Неки за не проверяют Это мои любимые раунды Все на А и на Б Только в этот раз Взяли с собой еще лучшего друга Вместе с Винник Чарата Приходят На закрытую базу Но Даже не знаю Я так не люблю такие раунды Да это дает вам бомбу Но Шансов выиграть раунд Практически нет Ясен красен Спина должна была читаться Но он тут уже арт перегревает При фаерами Закрывая еще одного соперника А вот этого уже однозначно Не должно быть Арт дает еще один фраг Чарата тоже минус И вот на ровном месте Просто один игрок Атаки Живет На поинте Другой со спины При том что все о нем знают Делают красиво 5-4 Фурия выходит вперед И оставляет без денег Вновь команду Люминости Гейминг О-ля-ля К чему мы здесь с вами приходим? К потере всех девайсов от LG? Ну Вот серьезно Я арта похоронил раза три Когда он там шел в коннектор Все это понимали Все читали Но префичи Плюху с первой в лицо Никто не отменял Теперь уже тайм-аут от КТ У нас был использован Ну можно понять Люминости Как-то не очень досадно Раунда дали Из большинства Они однозначно понимали Что играют их соперники И такие раунды Отдавать конечно Не нравится ребятам Тем более что вот вроде Все под контролем И в один момент Все рушится Ну такой себе момент Ну кстати Что-то я погорячился Про Вастэкономик Он на ночь глядя Калькулятор в голове У меня немного поломался Но бай получился неординарный Полноценный бай Несмотря на наличие двух авиков Я все равно такое не называл Но тут по крайней мере Можно порассуждать Три скок девайса Скаут 2 ВП Ну вот Не знаю не знаю Без китов И практически без гранат Но нужно изначально на стрельбу Принимать и напрягать Тут К пленту подпускать просто нельзя Игроков На зелень почему никто не смотрит Вообще никто Ну вот сейчас лук собернулся Ну тупики прошли Причем по-моему без информации про это Вот куда смотреть сейчас Да Боус вообще ни с там ни духом Ну Это странно Я прям не буду кривить душой Это очень странно Когда у вас три Снайперские винтовки Одна из них облегченные И ни одна из них Не закрывает зелень Как это возможно Тут просто Два казачка в тылах Которые Ну не выпустили бы болтс Ни в коем случае Есть бомба При этом инфа про тупики По-моему тоже была Если я ничего не путаю То лукас там изрядно Да он Шумит Показывая свое присутствие Но прожимаются Катулы И это кстати позиция отличная Второго до конца не ждали увидеть Два в два Времени все меньше Нужно как-то дорваться до ретейка бомбы А сделать это просто невозможно физически Так как игрок На верхней линии погиб Шесть четыре И фурия Продолжает закрепляться на своих позициях Арт интересный Так чтобы наверняка ВП никому не отдать погибнуть на нем И это уже не настолько прагматично С точки зрения экономики Ну тут уже серия серьезная проигрывается Пять раундов подряд И на минимальных сейвах Двух девайсов У Luminosity байда Получаются в принципе Самые ли стойкие Ну не очень Не настолько как бы хотелось Но все равно В принципе то с чем можно работать Это даже получше предыдущего Готовится раскидочка Заниматься будет верх-низ Моментально И... Ну вот некий Интересно как с трансформатором отыграет Смог ты Сопортить или нет Вообще не сопортили Что-то... Ну как-то тиммейты Гранат не докидывали Никаких А смысл тогда занимать Такую активную позицию Если тебе Эээ... Никто не помогает команде Очевидно она проверялась Скрывалась Как и большинство Позиций Игроков Защиты 7-4 И все сильнее Навязывает свою игру Команда Не отпуская Ни малейшей возможности Задушить соперника Вот не будь перевороты того На force buy Вообще ж мы толком Ничего б не увидели тогда Вот luminosity Напомню вам о том Что они все-таки Отдали постолетку И взяли следующий сразу же раунд Ну... Как-то тяжело идет игра для них Train То, значит, что я уже акцентировал внимание Ваш многоуважаемый чат Зрители трансляции О том, что Train у одних Хорош на 83% винрейта У других на 80% Инрейта И оба показателя Очень даже заслуживают уважения Хотя и по Приигранности Это не самые популярные карты Опять же, как у первой, так и второй команды Вот чисто по цифрам там Train должен был быть ровненький Но тут пока Не могу до конца назвать такую игру ровной Скорее наоборот Немного даже Перекошенный Пошла агрессия Направление Сотки Кстати, это работает На ура! Верх-низ разменяться не смог Что за тимкил от Хенни? Ты был мне как брат! Я любил тебя! Должен сейчас, наверное, кричать Один Телос другому И вот момент, когда Винни Спрыгивая с лестницы Умудряется все-таки Похоронить игрока защиты Наверное, уже Здравой логике не поддается Как, в общем-то, этим килл Когда там его и быть В помине не должно было Стил классно мувится Пытается разминуться здесь Игроками атаки в определенной степени И поймать их без позиции Все слышит Все знает Все убивает Теперь один на один Видим Выходишь, чтобы погибнуть Буквально Слишком много Слишком широкий спектр позиций Куда ему нужно было посмотреть И, конечно Справиться с такой тяжелой ситуацией У нее не получилось Мне нравится решение со стороны арта Как вам? Плёточка За атаку-то На тринадцатом-то раунде Арт решил уже в сессии выбросить На то, чтобы выиграть Оп! Не его фракту наверняка урон он нанес Сейчас Это я понимаю мув Когда у тебя савика не летит Ты мейн снайпер говоришь Ребята, идите к черту Я буду теперь стрелять На Сплетке победы Первый фрак нашелся Боутс, попытаясь Проявить инициативу По верхней линии Был Моментально Уработан В этом своем стремлении Ну, а дальше уже такое Приходится стягивать Хенни Под Б Из-за этого на А остается 3 игрока Ну и Энрике Телос Видимо будет отдуваться За честь Б-плэнта Но он даже не пытался особо принимать Поэтому особо каких-то Вариков для него-то и нет Ожидаемо восьмой для фурии И Ожидаемо все Серьезнее усугубляется Ситуация для Люминости гейминг Куда плетку дели-то? Я не понял Не одобряю таких решений Это был лучший девайс Это была победа В виде одного Купленного девайса И она была потрачена Если бы у арта была плетка Он бы так не погиб Просто Попомните мои слова Болтс Играя за плентом Стативы не проверяют Что в общем-то и неплохо Но все еще На ситуации 3 в 3 Бомба поставлена Очень мало хп Вчера-то он выходит На инициативе И моментально Пресекается там Но Юрих-то успевает Рокировать своего Павшего тиммейта Зажать гашеточку И дать сочные Минус 2 Некий стопает Его слышит Прекрасно Юрих И теперь Выходя Из дыма Который сам же он и прокинул Дает Этот царский Голововый стрел И забирает Девятый раунд Для команды Пури Очень сильно Походит это на то, что Действительно Матч будет повторением Первого было 3 сегодняшнего дня И многие ванги в чате Были правы Потому что Противостояние Пури LG Будет походить В какой-то степени По крайней мере На ANTZ United Тот же счет На первой карте Та же более плотная Вторая карта Но вот на третьей Правда Там допы были А здесь Довертаймов дело Не похоже что Стремительно идет Но вот Чаще не чекайте угол И вполне себе Может Небольшой кармический Размен Но Про позицию арта Все в курсе Арт тоже знает о том Где его оппоненты И более того Какая одна пулечка Вкусная залетела От болтса Прямо В арта 9-6 Арт кстати говоря Выбился в топ фрагера После не самой лучшей Далеко для него Карты Инферно И оверпас был не очень Приятно видеть Что на трейне Он действительно проснулся Самая полезная карта Для того чтобы Реально вернуться в игру Учитывая фактор Того что он Мейн снайпер А трейн это Самое что ни на есть Снайперская карта Коэффициент нашего Партнера Букмекерской конторы GGB Это 1.14 на 5.06 И все меньше Веры В люминосити Дорогие друзья Похоже что Ну по крайней мере Те кто делают ставки в лайве Те уже похоронили OG Возможно зря Но Я в принципе согласен Что 6 за защиту Это маловато Пока вот статистика Ну не очень отыгрывают Эйблэдж и Лукас У нас По две стороны Баррикад Ну а остальных Вполне себе Все адекватно Ну вот арты я уже Отдельно выделял 17 на 10 Посмотрим К чему это приведет Разрыв В принципе Вполне себе Такой чтобы Наверстать упущенное И вернуться в игру Но Делать это Желательно быстро Иначе Потом могут и не позволить Ну Пока не торопится Мальчик снимает с паузы Опять же Там У ребят На англ стриме Коммершал брейк Из-за чего Мы с вами тут и чилим На небольшой паузе Ну пока Вроде как Счет Он как бы терпимый Но Здесь явно чувствуется Что фурия Больше Довольны тем Чего они достигли Чем Скажем Условные OG Это счет Адекватный Но Далеко не самый комфортный Для люминосити Ну и что Давайте смотреть Что придумали на пистолетку Оба коллектива Люминосити активно Двигаются В сторону котлов Ну Защита все по стандарту Расстановочка В общем-то 2 плюс 3 Да Люминосити будут просто давать Видимо Дым на коннектор Возможно дым в упор И Попытаются прорвать Это практически Наверняка гарантирует Им поставленную бомбу Учитывая позиции игроков Защиты Но Что будет дальше Это уже такое Учитывая то что У хенни молотов конечно Подобный раунд можно было Предсказать заранее Нет Два дыма дальних Ну Моментально Отрезаются Основные позиции Для защиты Чтобы Сострелить Кого-то из игроков Атаки Юрих может здесь Немного загулять Он прыгает за нефть Чтобы его все-таки Не настигла Печальная участь Но тем самым Отдает верхнюю волну Вообще нет спины Кстати говоря Но вот Юрих находит все равно Способ Напасть с фланга Пытается разобраться Что тут творится Вот она верхняя линия Но здесь до сих пор Был стил И вот то что стил Не додавил Винни Возможно станет Роковой ошибкой И проблемой для него Ведь Юрих Наказывает По головам Всех оставшихся Игроков Атаки Дефьюзит бомбу И забирает раунд Под номером 10 В копилку Команды Фурия 10-6 И Фурия Забирает Оба пистолетных Раунда В рамках Карты Трейн Правда в прошлый раз OG смогли немного Обломать Фурию Выграв Форс Конечно этот подвиг Необходимо повторить Для того чтобы Действительно Можно было Поверить в этот Камыч По крайней мере В более ранней стадии Чем На последних Издыханиях Этой команды А вот и Кавашик Который работает хорошо Дуэлица с ним Вышел МАК-7 Действительно Оптимальный девайс Хенни Выходит на перестрелку Сразу стилит Плэйблэджу И вот такие вот Дуэли Сейчас приведут нас к тому Что два форса После следных пистолетов Будет выиграна Такими-то тэпами Или нет Юрих в принципе Мотивирован тащить Но хп у него на одну пулю И ни одной позиции он не знает То что должно ему немного помочь В этой ситуации Так это то Что и соперники тоже Очень сильно битые Ну вот как-то так все и заканчивается Это действительно произошло Два слитых пистолетных раунда И два взятых форса Ну и тут конечно Явно с планом На агрессивный Геймплей От атаки На индивидуальный скил На упертость На понимание Своего преимущества В навыках Ну вот они проблемы Забавно Забавно что вообще там Вот XM оказался На размене Которого там явно Не должно было быть Ну это уже дело Самих игроков Ну а что Пока Погибает Винни И Не работает Маг 7 Против такой Коварной позиции Не ну это Вполне себе Неплохой выход На Какой-то Более скромный Разрыв Тут Взятием рефорс И не пахло Даже примерно От этого и счет такой 10-8 И в перспективе По идее 10-9 Если только укрепление Защит какой-нибудь Не сработает Маловато Кстати День Куарта Винни Эбладжа Они потратили Где-то половину Своей экономики Остались С тысячей На руках Каждый Ну и Твое А Все трое Только что уже погибли Не сделав Ровным счетом ничего Вот это Я понимаю Рационально Потратили деньги Ну отлично Реализовали диглы Что тут сказать Гранаты Не зря были куплены Все круто Но очевидно Что тут уже выход На простой Приятный для себя Счет 10-9 Только после этого Уже пойдет игра Уже пойдет Игра Сотню Очень Очень Интересно Ну прям Хотят Железобетонный Бает играть Фурия Из-за чего Вот так вот Выкидывают Два раунда в трубу Большая часть Иногда показывают Эти команды Конечно Слыша болтс Решает Отвернуться И уйти По итогу Получают пулю В затылок От того Выше упомянутого Болтса А вот и гранатка Долетела последняя Дождались С двух сторон Зажимается Трансформатор Без каких-либо Возможностей Ну Как и в принципе Возможности У Фурии На этот раунд Постепенно исчерпан 10-10 Временная ничья И только сейчас Мы дождались Того самого Бая от команды Фурия Три ауга АВП И эмка Ну Долго Ребята из Фурии шли К этому баю Как-то Прямо отчаянно Сливали Несколько раундов К ряду Чтобы выйти на него Тяжелых арморов Нет Но это не особо Серьезная проблема Как я говорил Уже По-моему на карте Оверпасс Рассказывал Ну и так я думаю Большинство в чате В курсе И те кто не в курсе Каваш ваншотит Голу Как я думаю Поэтому Многие игроки За КТ считают Нерациональным Покупать себе А лучше купить гранату Или киты Ну и вот она реализация Тех самых девайсов Четко От своих позиций Просто удается Перекрыть кисворот Вообще всем игрокам Атаки И только лишь немного Безумия Смог внести Боутс во всю эту историю Два минуса Сапдауна Но Слишком уж много соперников У него оставалось Ну окей Экономические махинации От команды Фурия Судя по всему В той или иной степени Себя окупили По крайней мере на один раунд На еще один Скоро узнаем Винни Пытается уйти Хаешка И могут не отпустить Еще и Молотов закидывается Ну и вот он уже Дожигает игрока Дефенза Много было потрачено Гранат конечно На изоляцию этого игрока Но Оно Однозначно того стоило Была инфа Про хп Судя по всему И действительно Молотов уже Допалил Винни Который ничего сделать с этим Не смог Ну что пока 4 в 4 Уже вчера там Рокирует Своего павшего тиммейта Интересно ждут ли еще одного игрока На той же позиции Но судя по всему это особо роль не сыграет Потому что идет перетяжка И выход будет Зелень Плюс сотня Бомба кстати на зеленке Что не самое стандартное Для таких раундов Обычно ее все таки ставят На сотню и там уже Пытаются выходить Но Посмотрим как это сработает Выходит вообще на тупики Тут скоро глядишь Юриху Придется поработать На благо своей команды Стил ждет Тут вопрос чисто в реакции И в таймингах во многом Которые вот в этот раз Сыграли четко на руку Команде Фурия Еще и вот такую вот Линеечку поймал для себя Опять же по хорошему таймингу Но только Энрике Телос Остается последней И его задача уже Никак не выиграть раунд А только сохранить лишь АВП 12-10 Ну деньги пока есть А значит Люминосити продолжают жить После Тех самых замечательных Череды экономических раундов Сколько они сыграли Трека реально Ну не полностью экономически Я понимаю То есть Окей Это был Форс Это были Три игрока с 1000 долларов Остались там диглы типа арморы И тут был Экос с диглами Пистолетными арморами Ну до 2к грубо говоря То есть реально 3 раунда на экономику Пришлось разыграть Чтобы потом вернуться Фурия Но видите Тише едешь дальше будешь В принципе ребята 2 раунда уже Свои отстоять смогли Но сейчас рискуют нарваться На очередные неприятности для себя Ибо Опорник Бэплэнта упал очень быстро Но Попытка Проркадить В дым Оказалось Серьезным Пущением Со стороны LG Теперь уже 4 Читается Листил здесь арт Ну как то так Типа Эй Пойду ка я проверю Есть там или нет А ведь есть На этом моменте его позорят Все еще во спине есть один игрок ребят Он даже не поворачивается Вчера то так На железной выдержке Постоянно контролил апдаун Ожидая там увидеть своего соперника То что Винни не достреливает Один кто спойнт Хенни Наверное здесь и Может стать Ключевым Один на один Против Лукаса Квадрокилл Вчера то но Вот такая ситуация конечно выглядит очень тяжелой для реализации Ну Лукасу нужно просто контролить бомбу И рано или поздно как бы Счастье само к нему привалит Или уйдет сейвить Других вариантов особо то и нет Позиция неизвестна Вариантов что делать тоже как бы и нет Гранат не присутствует Ну и Даже как трепочим дать по голове эйс Все равно не получилось Лукас даже выживает более того 12-11 И Вот Экономили экономили А все равно только два игрока могут себе позволить Сделать бай у Фурии прямо сейчас Что как бы намекает на серьезные проблемы На средней дистанции Ну с которыми сталкиваются команды в защите регулярно Вот такой вот форс будет разыгрываться В П2МП 9 Будет Кольт Войбоджер скорее всего Винни вот может себе позволить тоже какую-нибудь UMP-шку или вообще дробовик например Ну а вы тем временем не забывайте что если хотите смотреть стримы по-новому То переходите на ВАЗ ТОЧКА ТВ Ага Даже не Кольт А второй авик покупает себе Эблэдж И Винни берет UMP Ну вот там принималось решение о том что будет покупать Игрок под номером 4 Разбирались долго Что бы им хотелось раскрутить Ну и действительно 2 ВП А не авик и эм Ну раз есть деньги на ВП то почему бы не купить действительно Девайс такой что может перевернуть какой-нибудь шальной эпизод Если конечно окажется в нужных руках и в нужном месте Вот как прямо сейчас он оказался в руках у арта Есть антрикил Ну кстати опасно Лукас пытается где-то там Найти репик на соперников Вот он арт Встретили друг друга И два мисс шота С первой с другой стороны Пошла раскидка от атаки При этом такая раскидка Что Винни может комфортнее отыгрывать за трансформатором По идее для себя Чем это было изначально Арту тоже позволили дать его фраг Вот Винни здесь должен делать красиво по идее Он просто оказывается спине у всех И понятное дело К бомбе уже не позволит вернуться болтсу Вообще никто Из игроков курии Так но арт все же погиб Кстати два авика отдались И вот тут быстрее Игрокам защиты Чтобы те успели подобрать Снайперские винтовки Как можно быстрее И они это делают 13-11 Все те же два раунда разницы И все та же напряженная экономика для команд Очень тяжело здесь выйти Победителем по-моему Ну титанических усилий требует абсолютно каждый раунд Которые тут отыгрывают команды Luminosity Gaming решают взять себе паузу Ну так-то действительно за ближайшие несколько раундов будет вершиться судьба этих команд Трудно отдать кому-то предпочтение Но в целом конечно Наверное Чисто из-за неутешительных Таких Прогнозов которые можно дать команде Luminosity Ну исходя из их экономики И из того что им придется вероятно форсить до последнего Похоже что шанс в фурии конечно значительно побольше А форс то не будет Будет Более строгое решение Со стороны LG Ну такое Достаточно Ну она двоякая как и в любой момент В таких ситуациях Ну прям Только мы не потратили ничего Надежда за счет того что серия раундов то небольшая В разрыве между фурии и LG Справится и Со счета Четырнадцать-одиннадцать Тейблоч на втором авике начинают Здесь уже бутевать Не по-детски Ну и перекрестный огонь с тиммейтом конечно По идее ребята справятся Вчера ты из солидарности решил тоже с Юспик пострелять Но особого смысла долго Хене здесь жить я честно говоря не вижу Кого-то бы убить было бы здорово Но и это ему не позволяют сделать Четырнадцать-одиннадцать и Ну все равно конечно же полного бая мы не увидим Потому что там экономика была такая В люминосте Прикиньте они сейчас психануют и вообще еще один эко сыграют Ну это конечно Разве что в стиле фурии на ранней стадии второй половины Такие маневры экономические Тут же ребята уже конечно Забьют на гранат Что они еще могут себе позволить сделать Докупят каваши Один дигл И неужели фастом сыграют сотню Да это оно Такое решение Бомбы уже запалили в принципе Очень много инфы визуально есть в фурии И дальше ну нужно просто отстреляться И отстреляться получается И будешь молодец Молодец также и к чарата и в общем-то Авики по большей степени и закрыли этот раунд Пятнадцать одиннадцать и четыре матчпоинта Для команды фурия Все же Впреки плохому началу Фурия имеет реальные шансы Закрыть этот матч Камбэкнувшись Бэлтри проиграв первую карту Взяв всего лишь четыре раунда И в таком случае сценарий Первого Бэлтри у нас очень сильно изменится Прям совсем Изменится лишь в том что Все таки антизи были аутсайдерами изначально И они выиграли А фурия были фаворитами Но так Те же родные шестнадцать четыре Та же родная плотная вторая и третья карта И Та же досада Наверное Для проигравшей команды Которой не хватило ну немного В каких-то отдельных ситуациях Зацепиться Но правда у нас еще допчики были В первом Бэлтри Так что и здесь нужно Возможно дотянуть До этой планочки Но сделать это будет ой как нелегко Уходит большая часть игроков атаки на апдаун У них кстати уже там летают гранаты прежде чем Ну и пошел сплит врыв Сверой в лучшее Хенни На ноге Ставит первый хэдшот Начало уже положено Начало очень неплохое На бомбу сыграть удастся Более того Лукас забирает еще и Винни Не отпускает арт на отходе Все-таки одного из соперников Эблыш До последнего ждал зелени За что и был наказан И это один в четыре Опачки напачки А это похоже на первый отыгранный матчпоинт Так оно и есть 15-12 Илюминости еще никуда не собираются С карты Трейн Продолжается игра Продолжается борьба И в принципе Так-то всего три раунда нужно взять Из них один даже будет экономический Тактическая пауза от Луминосити Ну пока еще интрига остается в матче Все же Истина не станет нам известно так быстро Как бы возможно кому-то хотелось Кому-то нет Нас все больше Всем кто проснулся Доброе утро Мы тут на трансляции особо и не ложились Так как матчи ночные Плавно перетекающие в утренние Ну и не ясно Удастся ли Фури Фури За три попытки оставшиеся Все же Выиграть этот матч Или будут овертаймы Фури показывает хороший диффенс В общем-то Наверное им должно хватить тех раундов Которые у них остались Считывая то что большинство из них будут Закупными Три экономических Ну раунда на экономику Давайте я так буду формулировать Чтобы Ни у кого не подгорала пятая точка Сделанные Подряд Командой Фурия в начале Выглядели конечно Немного нестандартно И странненько Но так то они себя окупили Вот они с тех пор взяли пять раундов И отдали два Чего им пока что хватает с лихвой Но нужен еще один раунд Теперь как бы у Люминости Уже и девайсы присутствуют Практически у всех гранат очень много Это Нормальный вариант такой залететь Залететь прямиком на овертайме Я бы это так назвал Не может арт найти себе место Как-то где отыграть Идет проход на мобдоп Но тут Юрих на страже порядка Два фрага стелит Арт особо клубовать не собирается Юрих еще один минус И все это из-за планта Но похоже что Юрих против допов Друзья И кто мы такие Чтобы спорить с Юрихом В этой ситуации Стил считает что ему можно спорить с Юрихом Посмотрим правом или нет Два Уже в четыре Было два в пять Молотов мешает поставить бомбу сразу Арт щелкает болтся И стил последний против четверых И как по команде ФАС Фурия полетела на всех парах Убивать оставшегося игрока Атаки Стил заметил катушки Но сделать с ними ничего так и не смог 16-12 2-1 И все же команда Фурия одерживает верх Над Люминосити в этом матче И проходит дальше в стадию Одной и второй С чем их можно и поздравить Ну что друзья Вот такой вот у нас был Ну как день Ночь скорее напряженная С американским КСом Спасибо всем тем кто заходил К тем кто остался Дотерпел до последнего Отдельный респект Можете с собой гордиться Матчи были долгие Но вы выстояли И узнали кто все таки Сильнее оказался в рамках Сегодняшнего дня ИЦС Второй недели Североамериканского дивизиона Для вас сегодня ночью Работал Гомер Спасибо что заходили На трансляцию Увидимся на следующих матчах Я же пока с вами прощаюсь Всего хорошего До скорых встреч И пока-пока